Не секрет, что сейчас для веганов существует огромное количество веганских сыров. Все, начинаем. Это уже совсем не секрет ни для кого, и выбор уже достаточно большой, и конкуренция тоже уже достаточно большая. Но все-таки ни один российский сыр пока еще не дотягивает до уровня европейского сыра для веганов. Поэтому, собственно, я выбираю всегда сыры по возможности нероссийского производства. Потому что сыры гренадия – это сыры из греческого сырья сделаны. То есть они по качеству совершенно другие, не такие, как наши российские. Они плавятся так же, как обычный сыр. Они имеют структуру такую же. Они трутся так же. То есть если пармезан трется, то он тут трется и не слипается. Если на нем написано, что это пармезан, вот я сейчас как раз хотела это продемонстрировать. Я специально выбрала себе для мастер-класса пармезан, чтобы показать, что он не слипнется и не останется на терке, как российские сыры, веганские. Другие, которые я пробовала тереть. У меня просто есть опыт. Вот это, мне кажется, очень больной вопрос. Я в какой-то момент отказалась вообще от сыров. То есть я иногда покупаю веганскую колбасу из пшеницы, сыры полностью перестала есть из-за состава, из-за того, как это качество. Я понимаю, что я, извиняюсь, одну дрянь меняю на другую. Какой смысл? И единственное, что вот эти сыры я хочу попробовать. А вот как насчет того, что есть такие сыры в Виолайф были из Греции? Да, были, но, к сожалению, сейчас поставки Виолайф прекратились в Россию, поэтому состав, да, это греческий тоже сыр. А Греция вообще, она славится очень качественной едой, в принципе. То есть греки, они любят вкусно есть, они любят качественную еду. То есть если это настоящая йога, я говорю даже про, допустим, йогурт из коровьего молока. Попробовать греческий йогурт и российский йогурт. Это будет вообще совершенно огромная разница в качестве продукции. То же самое касается и любой веганской линейки, любого веганского продукта. То есть если сделано в Греции, мне кажется, можно вот просто даже не вчитываться в состав. Это будет точно качественный продукт и очень вкусный. Потому что греки, они любят поесть вкусно. Вот что-что. С едой у них все нормально, все в порядке, всегда было. Итак, мы сегодня приготовим небольшие сэндвичи с гуакамоле и томатной сальсой. И попутно я вам покажу, как трутся эти сыры, какие вы попробуете их, как они себя ведут, какие они на вкус, как они себя ведут при приготовлении. И, в общем, начинаем. Давайте начнем с гуакамоле. Мы сейчас берем авокадо. Я специально побольше купила, потому что авокадо, они обладают таким неприятным свойством, что снаружи могут быть абсолютно хорошие, а внутри их разрезаешь, а они черные. Но нет, здесь другая ситуация, они хорошие. Ну, по крайней мере, этот. Мне повезло с первого раза. Ну, я на всякий случай предусмотрела такой вариант, что вдруг он окажется непригодным. И не всегда это можно определить по внешнему виду, к сожалению. Они могут выглядеть абсолютно хорошо, а внутри быть абсолютно непригодными. Людей немного, поэтому я буду делать не очень. Я буду из одного авокадо делать, я не буду делать гору еды, переводить. Мы сейчас все тут попробуем, поделимся своим опытом, своим впечатлением. А кто вообще? Тут вообще все? Веганы, вегетарианцы? Веганы есть тут? Веган. А вы тоже? И вы? Так, веганы есть. Хорошо. Вот скажите, что было сложным при переходе на веганство? От сыра. От сыра, да. То есть это вот такой продукт, от которого сложнее всего отказаться. Вот у меня мой опыт тоже такой. То есть отказаться от мяса мне было очень легко. Я отказалась за один день и никогда больше его не ела. То есть вот прям вот так на раз. Все. И мне его больше никогда не хотелось. То есть я в какой-то момент поняла, что это несъедобно. И все. И этому было достаточно, чтобы больше никогда не смотреть в сторону шашлыка там и так далее. Или колбаски. Я даже больше скажу, вот даже колбаса продается здесь, да, веганская. У меня нет желания. Вот у меня нет такой потребности в этом мясе, чтобы пойти купить колбасы, ну, заменителя. Да, то есть это, ну, от мяса легко, очень легко отказаться. От творога. Ну вот да, если человек любит творог, я просто никогда особо творог не любила. Поэтому у меня с творогом-то все нормально. А вот с сыром это самое сложное. И у моих детей тоже это самый сложный был момент. И когда мы отказывались от этого всего, в то время был уже веганский сыр, можно было купить, но он продавался где-то через интернет. Надо было заказать, надо было дождаться, пока он, пока его привезут, там платить за доставку. Ну, это было очень сложно. И каждый раз это вызывало, в общем, у нас проблемы, потому что вроде мы его любим, а купить его не просто было в то время. И тогда вот меня очень спасал вегмарт. Я приезжала и вот на месяц закупалась с рами, молоком и так далее, такими-то вот такими вкусными заменителями. Ну, когда вот появился у нас вот этот вот европейский сыр, да, сначала Виолайф, вот потрясающий совершенно, теперь в Гринайде, который тоже не уступает ни на вкус, ни по качествам своим не уступает. То есть он прекрасный совершенно. Я его пробовала дома плавить, он плавится хорошо. Вот я думаю, что в будущем я покажу тоже какие-то рецепты здесь на сцене, как он себя ведет при термической обработке. Так, итак, мы размяли авокадо вилкой. Это все очень просто, если авокадо свежий, ой, свежий, свелый. Дальше мы польем это все лимонным соком. Тут был у нас буквально пару часов назад мастер-класс с Михаилом Советовым, где он для меня какое-то открытие что ли сделал. То есть он говорит, что он в салат целый лимон выжимает. У меня почему-то всегда было в голове, что лимонный сок должен быть вот так. То есть чуть-чуть полили и все. А он сказал, что я выжимаю целый лимон на миску салата. Для меня это было открытие, если честно. Поэтому я сейчас кладу побольше лимона, чем я бы положила еще сегодня утром. Я почти половинку выжму. Но тут порция не очень большая, поэтому я целый, конечно, не буду отжимать, иначе будет совсем кисло. Наверное, четверть лимона примерно отжала. Далее мы добавляем мелко нарезанный красный лук. Я дома нарезала его специально, чтобы здесь долго не заниматься нарезкой лука и зелени. Я нарезала. Сейчас я посмотрю. Здесь у меня даже не четвертинка луковицы. Вот такой. Чуть меньше четвертинки. Чуть-чуть. В принципе, это все дело вкуса, конечно. Я просто к луку отношусь довольно прохладно, поэтому я многое никогда его не кладу. Но если любите, можно. Вообще любая еда, она прекрасна в том, что ее можно приготовить по своему вкусу. Можно добавить чего-то больше, чего-то меньше. То есть я считаю, что не нужно придерживаться прям строгих пропорций в приготовлении еды. И никогда рецептам не следую прям на 100%, кроме тех, которые я еще никогда не готовила. Если, допустим, какая-то выпечка. Ну там, да, я там стараюсь для начала соблюдать, чтобы понять, какое оно вообще должно быть. А потом уже экспериментирую. Тут, я думаю, что любите больше лука, кладите больше. Так же, как в салатах. Михаил Советов, если кто-то был, слышали, что он говорил про салаты, он говорил тоже, что салаты никогда не получаются абсолютно одинаковыми. Это каждый раз какое-то творчество. И вообще готовка – это, в принципе, творчество. Иначе она становится рутинной, и это становится скучно, неинтересно, и начинает раздражать. Поэтому к этому желательно относиться как к творчеству, тогда это будет всегда в удовольствии и в кайф. Так, мы положили кинзу. Пока я разговаривала, рассказывала о своем, я положила сюда еще немножко кинзу, чуть-чуть совсем для вкуса. Посолим и поперчим. Так, соль. Соль, не признала. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Потому что лимон, тут есть лимонный сок, тут соль, в принципе, можно вообще не класть. Можем, кстати, и не класть. Но давайте не будем ее класть. Вот так. А поперчить я поперчим. Все. Так, гокамоли у нас готов. Ставим его в сторону и начинаем готовить томатную сальсу. Берем новую тарелку. Сейчас мы порежем мелко-мелко помидоры. Ну, насколько это возможно здесь. Нож тут острый, так что проблем не возникнет. Мелко режем помидоры. Тут нам тоже понадобится лимонный сок. Сальса, она уже поострее. Если гокамоли, он такой нежный, мягкий. Мы сюда немножко, ну, добавили черный перец, но, как вы знаете, черный перец, он не так уж много дает остроты блюду. Больше аромата. Я еще привезла пассату. Это на тот случай, если вдруг сальса наша получится сухой. Тогда можно ее немножечко разбавить пассатой или перетертыми помидорами. Порежу поменьше, чтобы лучше дал сок помидор, чтобы стало не так густо. Мы это будем все мазать на бутерброд. Я думаю, достаточно помидор. Так, лимонный сок. Косточки вытащу. Их можно на этапе выдавливания отсеивать через специальное сито. Либо вот так вытащить. Лимонный сок. Палили. Достаточно. Тоже немножко, совсем много не нужно. Так, я сейчас почистила чеснок. Немножко чеснока. Немножко чеснока. Так, нальем немного оливкового масла. Так, соль. Давайте тоже не будем солить. Лимонный сок у нас есть. Так, и добавим для остроты табаско. Помидоры у меня получились, конечно, крупноватым для сальса. Надо было немножко их помельче порезать. Ну, ладно. Чуть-чуть табаско. Буквально там 3-4 капельки. Ну, нет, побольше 3-4. Тут очень маленькие капельки, поэтому я налила побольше, чтобы 10 примерно. Помидоры все-таки очень крупные получились. Я дорежу. Потому что бутерброды маленькие. Если бутерброды большие, то все нормально. Но мы для дегустации будем делать не очень большие. Да, поэтому я порежу помельче немножко помидоры. Особенно крупные куски, которые попали. Так. Так. Оля, пока ты готовишь Может быть, можно тебе вопросы задавать? Можно У нас Ольга вообще-то Я правильно помню, вегетарианка с 10-летним стажем? Я сейчас так даже не вспомню точно, когда это было Но не меньше 7 точно Не меньше 7 И Ольга, кстати, мама троих детей А вот дети, вот вопрос Вы знаете, если вы сейчас были здесь, когда выступал Алексей Леденев То я придерживаюсь такого же вектора Я не заставляю детей сейчас делать выбор Я, естественно, я не готовлю мясо Потому что это мое внутреннее ощущение Я не могу есть мясо Я не могу его готовить дома Я не могу кормить им детей Я не хочу, чтобы мое питание кому-то доставляло страдания Вот, поэтому я не готовлю мясо дома Но я детей, естественно, я детям объясняю, почему это Когда они, ну, в начале, да, они спрашивали Не в начале, а когда они пошли в школу А другие дети, они же, они же очень заботливые И у них очень заботливые родители Они приходят домой, говорят, мам, представляешь, что Полина не ест мясо Вот, и, естественно, очень заботливые родители подружек Полины Начинают говорить, что она умрёт Что ей недолго осталось жить, она через 2-3 года умрёт Естественно, мне приходилось объяснять ребёнку, что белки есть в любой пище Даже во фруктах, даже в овощах Нет ни одного продукта на этой планете, наверное, который состоит чисто из углеводов Или чисто из жира Ну, наверное, что там, что чистый жир, наверное, состоит только жир, да? Ну, масло, масло, как раз чистый жир Там 82% сливочное масло Растительное, да? А, растительное Ну, как бы считается, что это масло чистое, а там жмых отдельно, что это жир Да, ну вот, наверное, нет, тут даже тоже есть Тут есть, да, протеин, вот, пожалуйста, тут всё это тоже есть Углеводы полграмма То есть чисто вот жиров тут 92 грамма, то есть 92%, да На 92% масло состоит из жира, но всё же и белки, и углеводы там тоже содержатся То есть в любом продукте содержится всё Другое количество, другое дело, что в разных пропорциях Где-то там, да, 92% жира, а где-то 92% углеводов Но, тем не менее, всё равно всё есть В растительном питании тоже есть всё И бояться того, что человек там не выживет без животного жира Ну, это, мне кажется, это уже 150 раз опровергнуто всеми Известными спортсменами, врачами многими И следы не проводились То есть это всё идёт, конечно, от наших стереотипов И я детям, ну да, мне пришлось детям объяснить, что даже взрослые люди ошибаются Ну, хотя, конечно, это не новость для них, потому что я и сама им часто это говорю Когда я сама не права, я прихожу извиняться и говорю Да, я ваша мама, но я тоже бываю не права Я тоже человек, да, я взрослая, но я тоже человек, и я тоже ошибаюсь Я тоже бываю не права Соответственно, о том, что взрослые не идеал, они уже знают давно Что нет идеальных людей, хоть они взрослые То есть основная идея, что родители не авторитет Я смеюсь вы Нет, конечно, нет Я к тому, что равные, получается, да, воспитание в идее то, что равные Конечно, я с ними общаюсь как со взрослыми Они же тоже, они же тоже, если, мне кажется, если воспитывать ребёнка в чистом, таком, авторитарном Каком-то стиле, да, они будут на веру воспринимать всех взрослых То есть считать, что все взрослые априори правы, а они априори всегда неправы Но это тоже неправильно, потому что взрослые очень часто бывают неправы Очень часто Так, вот, собственно, у нас Вернёмся к бутербродикам Да, сальса готова Вот она, я её помельче порезала, теперь она точно похожа на сальсу Ну и всё Осталось самое простое Нарезать хлеб Не нашла я уже порезанный хлеб для тостов, чтобы он был с веганским составом Конечно, он существует Понятно, но Когда я пошла в магазин, его не было Поэтому я сама нарежу, это не проблема Мы, в принципе, дома хлеб едим очень мало и очень редко То есть у меня вот нет такого, чтобы мы, как вот в моём детстве, обязательно ели с хлебом всё У меня такого нет Я никогда не заставляла, ешь с хлебом, ешь с хлебом Такого у меня нет Поэтому у нас хлеб не так часто, не в таком количестве употребляется, как, например, в моём детстве Это было у нас А у меня, Олечка, наоборот Я помню, ну, как бы, своё детство, я честно скажу, это колбаса, сыр, майонез, кетчуп и хлеб И хлеб, да И сейчас, когда я чувствую, что, знаете, вот воспоминания пришли Я покупаю колбаски себе высший вкус Хлебушек из пророщенной Какой-нибудь гороховый майонез И раз в полгода этот бутерброд съел И такая, ну всё, хорошо Да, да, да Вот мы так же, мы едим его время от времени Поэтому я, честно говоря, не очень знаю, где в магазине у нас можно купить тостовый хлеб с веганским составом Поэтому У нас на маркете гречка Он стоит, у них шикарный хлеб Из гречки прям всё очень вкусно Тут огромный выбор, да Тут можно вообще всё что угодно купить Так Всё, мы порежем Ну, просто разрезали, чтобы попробовать, да, все Я выбрала для сегодняшнего мастер-класса два сыра Чеддер и пармезан Чтобы мы попробовали два Что? О, всё, мне это удалось Перчатки в масле, поэтому скользят чуть-чуть Так Сыр уже порезанный Поэтому Оль, скажи, пожалуйста, а сама ты как сыр вот часто кушаешь веганский? Может быть, готовишь? Я знаю, там есть, готовят там и семечек делают, и с кешью Ну, сама я не готовлю сыр Я как попробовала, пару раз приготовила, своё любопытство удовлетворила И успокоилась на этом Потому что у меня нет времени тоже, собственно, как и тебе Заниматься дома приготовлением сыра, проращивать микрозелень Это всё, конечно, здорово, интересно Ну, действительно, я с огромным уважением отношусь к людям, которые этим занимаются Вот, и считаю, что они огромные молодцы Потому что это действительно здорово, когда человек всё сам готовит Это 100% известно, из чего, что сделано Я пришла к тому, что, да, проще купить, может быть, какие-то Вот как советов сегодня давал рецепт салата Я пришла к тому, что это самое простое То есть я понимаю, из чего это Я быстро сделала, поела И я не парюсь, там, что там добавлено Какая-то, знаешь, там, химия есть ли там Не дай бог яичный белок, как вот Алексей говорил То есть, ну, как бы Конечно, надо по возможности выбирать здоровую растительную пищу Ну, мы все, конечно, родом из детства Мы все привыкли к каким-то бутербродикам, вкусняшкам Сейчас я подумаю, как это Сейчас мы сразу на тарелочку будем выкладывать Сюда положим Поэтому, да, сырочком мы балуемся, да Потому что, как я и сразу сказала, что это самое было сложное в переходе на веганство Сырочек мы любим И дети любят очень Поэтому Мы сейчас, я сейчас сделаю половинку бутерброда Домажу гуакамоле Половинку сальсой Так, сыр Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! У нас уже все почти готово Сейчас мы просто чуть-чуть все это украсим Мы положили сыр Положили гуакамоле Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Она получилась даже Не такая густая, как я предполагала Помидоры содержат много сока Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Вы разволновались. Все под контролем. Не знаю. Это вы. Понятно. Хорошо. Так, все. Мы намазали. Хватит нам или нет? Что-то стало побольше людей, я смотрю. Так, теперь мы потрем пармезан. На мелкой терке. Смотрите, как он трется. А, мы вот так сразу сюда и потрем. Он ломается, так же, как обычный пармезан у него. Он тоже твердый. Если сравнивать его с другими сырами, он более твердый. То есть он прям и цвет, и вкус, и свойства. Все-все-все-все сохранено. Сейчас его здесь натрем. Так, хорошо натерли. Микрозелень. Все. Микрозелень. 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 По вегану. Микрозелень. Я их? Макрозелень. Спасибо. Микрозелень. Да. не сильно в составах, но я думаю, что чисто по веганую вполне, но это же не значит, что ее надо пить. Так что и здесь то же самое. Если хочется чего-нибудь вкусного и не очень полезного, наверное, надо просто выбрать из двух зол меньшее, как, собственно, взять какое-то, приготовить какое-то блюдо, которое может быть не самое здоровое. Конечно, самое здоровое – это съесть сырой салат. И все. Ну, мне кажется, если есть какая-то потребность, то, наверное, лучше выбрать что-то этичное, не очень вредное. Да, вы можете все подойти попробовать.